Добрый день, уважаемые будущие абитуриенты и их родители, как уже сказала Анна Александровна. Меня зовут Степанова Ирина Вячеславовна, я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии. Начать. Итак, хочу с того, вы видите на этом слайде, что основные документы, которые регламентируют приемы в высшую школу экономики, остались те же, что были у нас и ранее. Но хочу обратить ваше внимание на новый документ, это особенности приема в бакалавриат на 2020-2021 год, который был утвержден приказом Минобранауки в апреле этого года. Этот документ в настоящее время определяет правила приема в бакалавриат. Итак, ряд параметров, которые традиционно были опубликованы на нашем сайте и которые касались поступления в ВУЗ, уже остались неизменными. Но опираясь на этот новый документ, о котором я говорила, это на особенности приема, обращаю ваше внимание на то, что сроки приема документов могут быть уточнены, а также могут быть уточнены льготы, которые будут предоставляться победителям и призерам Олимпиад школьников. Как уже говорилось ранее Анна Александровна, не позднее 1 июня этого года мы объявим расписание вступительных испытаний, дадим информацию о количестве мест в общежитии, о скидках на платные места и о количестве мест для приема в рамках целевой квоты. Как вы видите, структура приема в наш университет, она, скажем так, состоит из двух веток. Это прием на бюджетные места и прием на платные места. В прошлом году у нас было 360 бюджетных мест, в этом году 364 бюджетных места и, как вы можете обратить внимание, в других кампусах количество бюджетных мест точно так же увеличилось. Вы вправе подать документы как на бюджетное место, так и на платное место. В случае, если вы поступаете на бюджет, то договор с вами на платное место автоматически будет расторгнут. Посмотрите на динамику поступления в наш кампус за несколько прошедших лет. Возвращаясь, опять же, к предыдущему слайду, обратите внимание, что в том году у нас было 360 бюджетных мест. На этом же слайде вы видите, что зачислено было 685 человек. Это прием как на бюджетные, так и на коммерческие места и с каждым годом количество, судя по этой диаграмме, количество зачисленных в наш ВОЗ увеличивается. Способы поступления на бюджетные места вы видите на этом сайте, ой, слайде. Основной массив зачисленных, как правило, традиционно приходится на абитуриентов, которые поступают по сумме конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов складывается из суммы баллов по вступительным испытаниям и суммы баллов за индивидуальное достижение. А также на бюджетные места могут поступить абитуриенты, имеющие особые права, это без вступительных испытаний, то есть победители и призеры Олимпиад школьников. А также абитуриенты, имеющие социальные льготы. Это так называемый прием по квоте лиц, имеющих в пределах особой квоты. Обратите внимание, что также на бюджетные места могут поступить ребята, поступающие в пределах целевой квоты, то есть по целевому договору. Наглядно это показано на этом слайде. И как вы видите, что основное зачисление происходит у нас, а это более чем 90%, это зачисление по конкурсу. Так что не стоит волноваться, что вам мест на бюджет не хватит. Здесь вы можете увидеть минимальное количество баллов, причем обратите внимание, что оно абсолютно разное. Как по каждому кампусу, так и отличается от минимального количества баллов ЕГЭ, которое установлено Минобранадзором. Минимальное количество баллов необходимо для самостоятельно. Это минимальное количество баллов не различается при приеме как на бюджетные, так и на платные места. И не может быть изменено в процессе подачи документов. Посмотрите на примере образовательной программы экономика. Предположим, минимальное количество баллов по математике 55, по русскому языку 50, по обществознанию 55, по иностранным языкам 50. Это значительно выше, чем минимальные баллы Рособранадзора. Но хочу обратить ваше внимание на то, что если, предположим, вы математику сдали на 53 балла, а по русскому языку вы получили 60 баллов, все равно документы мы у вас принять не сможем, потому что минимальный порог окажется непреодоленным. Как я уже говорила на предыдущих слайдах, сумма конкурсных баллов складывается из суммы баллов, полученных за ЕГЭ, и суммы баллов за индивидуальные достижения. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения должна быть не более 10 баллов. В высшей школе экономики учитывается итоговое сочинение, которое ребята писали в декабре в выпускных классах. В этом году, в отличие от прошлого года, оно оценивается не по 10-бальной шкале, а по 5-бальной шкале. Сразу хочется ответить на вопрос, который был задан выпускникам прошлого года, которые писали сочинения в прошлом году, подавали к нам документы, сочинение было оценено 8 баллов. Если в этом году вы будете подавать к нам документы, то ваше сочинение будет пересмотрено и перепроверено, отталкиваясь уже от новых критерий в проверке. За спортивные достижения у нас можно получить не более 5 баллов, за аттестат с отличием можно получить 3 балла, и за результаты участия в олимпиадах и конкурсах не более 8 баллов. Опять же, отвечая на вопрос, который был задан ранее, хочется отметить, что волонтерская и добровольческая деятельность у нас в ВУЗе не учитывается. Отдельно касаясь индивидуальных спортивных достижений, хочется отметить, что в основном к нам поступают ребята, имеющие золотой значок ГТО, за который мы даем 2 балла, кандидат в мастера спорта получает 3 балла и мастер спорта 4 балла. Ну, если есть спортивные достижения гораздо выше, то они оцениваются уже в 5 баллов. Что касается льгот победителям и призерам олимпиад школьников, здесь хочется уточнить один момент, что абитуриент может быть зачислен без вступительных испытаний, либо воспользоваться правом получения максимального балла по предмету, соответствующему профилю олимпиады, и это право выбирает не абитуриент, это право ему предоставляет ВУЗ. К сожалению, как вы все знаете, в этом году заключительного этапа Всероссийской олимпиады проводиться у нас не будет. Соответственно, те ребята, которые являются победителями и призерами региональных этапов этой олимпиады, для них льготы, возможно, будут определены либо позднее, либо будут определены иные критерии подтверждения олимпиадного предмета, подтверждения этой льготы. Для тех ребят, которые поступали в прошлых годах, все это остается неизменным, то есть подтверждать эту олимпиаду не нужно. Для тех ребят, которые будут поступать по олимпиадам из перечня олимпиад школьников, все осталось точно так же, как и было. Они должны будут сдать, подтвердить свою льготу. Наличием результата ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не ниже, чем 75 баллов. Особо хочется отметить, опять же-таки отвечая на вопрос, что правом на прием безступительных испытаний можно воспользоваться в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады. Опять же, возвращаясь к новому документу, к особенностям приема в бакалавриат в этом году, обратите внимание, что здесь изменились сроки приема документов. И помимо срока приема документов, еще изменилась и форма подачи документов. Документы в этом году по почте не пересылаются, они подаются только в электронной форме. Итак, в течение девяти дней с даты объявления результатов ЕГЭ завершается... Мы принимаем документы от тех абитуриентов, которые будут поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно. В течение 23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ мы будем принимать документы от ребят, которые будут поступать по результатам ЕГЭ. Точные даты проведения и объявления результатов ЕГЭ будут опубликованы позже, будет издан приказ позже, и все эти данные будут опубликованы нами на нашем сайте. Как вы знаете, абитуриент вправе подавать документы не более чем в 5 ВУЗов, и в каждом ВУЗе не более чем на 3 программ бакалавриата. Высшая школа экономики является распределенным ВУЗом. Соответственно, если вы, предположим, на слайде здесь представлены две программы, это направление подготовки менеджмент, направление подготовки экономика. Если вы захотите подать на направление подготовки менеджмент, то, соответственно, вы можете подать и на управление бизнесом в Нижний Новгород, и на управление бизнесом в Московский кампус, и логистику управления цепями поставок в Санкт-Петербург, и на управление бизнесом в Пермь, и все будет это считаться как одно направление подготовки. То же самое это касается и направления подготовки экономика. Причем хочется отметить, что в течение всего времени, пока нами принимаются документы, вы можете менять набор выбранных вами программ. Зачисление на бюджетные места, следуя новым особенностям приема, будет осуществляться на следующий день после завершения приема документов. Прием документов мы осуществляем в течение 23 дней после объявления результатов ЕГЭ. Соответственно, на 24 день мы на нашем сайте опубликуем списки поступающих. Дальнейшие этапы приема, они в принципе по срокам не отличаются от тех сроков приема, которые были у нас установлены и проводились в прошлые годы. Но обращаю ваше внимание на то, что в этом году зачисление будет проводиться не по наличию оригинала аттестата об образовании, а о заявлении о согласии на зачисление. В заявлении о согласии на зачисление поступающий, помимо того, что указывает выбранную программу, на которую он планирует поступать, он также обязуется в течение года предоставить подлинник оригинал аттестата в университет, а также он указывает то, что подал документы только в один ВУЗ. Соответственно, он подтверждает в этом согласии о зачислении, что им либо не подано и не будет подано более чем в один ВУЗ, вот это согласие о зачислении. Все эти данные оперативно будут проверяться через ФИС, через Федеральную информационную службу, но вам надо будет к этому быть готовыми и сразу определиться, в какой ВУЗ вы хотите поступать, потому что в противном случае, если у вас такое согласие на зачисление окажется в нескольких ВУЗах, то в этом году вы просто можете не поступить ни туда, ни туда. Что же касается зачислений на платные места, то срок завершения приема документов, которые собрались поступать на обучение по договорам об образовании, закончится не ранее, чем 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ, но более точная дата будет определена ВУЗом и будет опубликована также на нашем сайте. Обучение. При поступлении на платные места у нас действует очень гибкая система скидок. Скидки предоставляются сроком как на один год, это для поступивших по результатам ЕГЭ, а также скидки предоставляются на весь срок обучения, это для победителей призеров Олимпиад, творческих и иных конкурсов, для участников и программ школьников нашего кампуса, а также для обладателей сертификата международного образца по иностранному языку. В скидке, как вы видите, они могут варьировать от 25 до 70 процентов в разных случаях. На этом слайде представлена сводная таблица, показывающая проходные и средние баллы за прошлый год. Особо хочу обратить внимание на программу управления бизнесом. Здесь проходной балл указан за 4 предмета, потому что в прошлом году еще мы принимали результаты ЕГЭ по обществознанию, то есть по математике и обществознанию, русскому языку и иностранному языку. В этом году, как говорила Анна Александровна, ребята будут приносить нам результаты ЕГЭ только по трем предметам. Это математика, русский язык и иностранный язык. Соответственно, в этом году проходной балл на программу управления бизнесом будет ниже, но все-таки мы надеемся, что средние баллы останутся, хотелось бы нам, на этом же уровне, на котором они были, какие вы видите. Хотя, конечно, год на год не приходится, абитуриенты разные, и экзамены тоже могут сдать по-разному. Но надеемся, что к нам придут ребята с очень хорошими баллами, с высокими.